12. Все. Сегодня мы с вами, по идее, у меня была одна нормальная тема, полноценная, которую я хотел не спеша пройти. И, ну, я думаю, мы полноценно только ей будем заниматься. Это работа над усадьбой. Это усадьба 18 века, которая находится на территории Богородицка, да, то есть это усадьба графа Болотова. Я показывал вам в предыдущий раз. Мы доделывали вот этот флигель, исправляли какие-то вещи. Какие-то мелкие элементы я построил потом. Но усадьба здесь, она... Это сейчас ее один из таких вариантов. Я сейчас ее буду обновлять. У нас подложен старый план. Сейчас я параллельно буду открывать исторические документы. Вам в таком формате нормально будет, если я буду чисто работать, показывать, ну, и в скетчапе какие-то вещи разбирать по истории. Не заслуживаю? Ну, да, думаю, да. Ну, отлично. В общем, потихоньку. Материалов достаточно много. Просто мы делали грантовый проект в свое время по усадьбе. И, конечно, со временем хочется его переделать уже в более обновленных программах, улучшенных. Вот, поэтому я решил потихонечку его... Вот, у нас статьи делают, дипломники делают рабочие проекты дипломные. Я решил параллельно тоже усадьбу делать, свою старую переделывать. Так, документы, это планы территории. Строили для внебрачного сына Екатерины II, графа Бобринского. У него два архитектора. Это архитектор, который старов. Его имя-отчество, я, к сожалению, могу запутаться. Поэтому не буду точно называть. И вот здесь у нас 1772 год. Документ. Это достаточно неплохого качества. Ну, точнее, качество, конечно, снято на фотоаппарат. Это в самом музее. И я достал из интернета. Примерно одинаковое качество. Материалы, которые использовал в работе спецпроект реставрация. Вот. И вот этот же парк потом делал более позднее, спустя пару лет, другой. Ну, фактически, это человек, который занимался дизайном, растительностью, ландшафтом, делал дизайн парка. Смотрите, это как раз Акси Тимофеевич Болотов. Вот. Вот он делал как раз вот такой вот дизайн. Вот его небольшая работа. Ну, точнее, это огромная работа. То есть, здесь у него большое количество гравюр. Вы видели, наверное, да? Я показывал его. Гравюры. Алло, ребят. Я вот что-то не припомню гравюр. Ну, давайте сейчас не спеша просто начнем смотреть. Я думаю, это и будет даже очень полезно. Так. Это наши партнеры предоставили материалы. То есть, это часть. Мы видим вот такого рода, фактически, зарисовки, как акварель. Это план. Фактически, это план дизайна парка. То есть, ландшафтный дизайн. Посмотрите. Сейчас я сверну наши фотографии. Здесь главный дворец. То есть, он для Екатерины II, для ее внебрачного сына, делал вот такой, фактически, Болотов уже за архитектором достраивал парк. То есть, ему и была такая возможность. Он сажал все эти кусты, все террасы делал. Ну, выстраивал флигели. Самое интересное, что усадьба, она появилась на месте старой крепости. Вот вдали вы видите вот такие вот небольшие арки. Вот. Дальше я еще обращу внимание, я сразу просто к ней перейду. Так. Объекты реконструкции. Дворец. Источники. Террасированный парк. Вот мы. В общем, Богородицк, это был в Тульской области, находится усадьба. То есть, он стал уездным городом. А так, это было небольшое такое селение. Там была крепость еще в 1660-х годах, построена Алексеем Михайловичем. То есть, это был земляной вал. И уже потом, в начале, скажем так, 18-го века строится колокольня. Вот она. Сейчас, это, как говорится, ее современный вид после реставрации. Она была сделана в стиле барокко. Вот она. С английскими часами. То есть, ну, тут у нас почему-то в реставрации вот этих английских часов нет. То есть, в принципе, материалов по ней есть только на гравюрах. Ну, в общем, вот эти объекты, они просуществовали долго. Были разрушены в годы Великой Отечественной войны. Сами владельцы, они перестраивали главный дом, добавили вот эти флигели. И я вот делаю, скажем, сейчас вам буду рассказывать именно про период, когда объект только был построен. Только построили, вот, как говорится, для Болотова вот этот дворец в 1778-х годах. Вот, заметьте, интересно. Это еще мне предстоит работать над этим. Это фрагменты старой крепости. Видно вот такие зубцы? Ну, вот, казалось бы, вот, когда вот мы работаем с гравюрами, всегда нужно искать аналоги. Точно, просто по гравюрам и в идеале, ну, 100% нельзя восстанавливать. И вот, то есть, в исторических документах упоминается, что там была каменная, точнее, был земляной вал. Вот эту клаконию, которая там виднеется вдали, ее построили в 1730-х годах, ну, и конюшные заводы. В общем, ее построили в стиле барокко, то есть, ну, и как раз вот эпоха 18 века, ну, 17, рубеж 18 века, это эпоха, когда вообще происходит смена фортификации. Вот, например, если мы откроем засечные черта, старинная такая деревянная фортификация. Ну, я рассказываю пока в виде такой лекции, потом мы к работе перейдем. То есть, это вот крепости, которые создавались полностью из дерева. Были у них, конечно, небольшие и валы, и... Ну, то есть, и рвы, и вал. Но все равно это была деревянная архитектура. Здесь мы видим на изображении каменное. То есть, это каменная, фактически, каменная стена с бойницами. Вот если сейчас я... Ну, примерно я показал, какие башни, да? Уже чуть позднее появляется совсем другого рода сооружение фортификационное. И вот как раз Богородицк, вот, его построили именно, вот, уже на месте крепости. Там не написано, какого плана, как она точно выглядела. То есть, это была каменная крепость. Я искал ее аналоги в интернете. Искал, смотрел засечную черту. Вот, примерно... Ну, если мы посмотрим вот эти террасированные склоны, да? То есть, вот они напоминают равелины. Равелины, вот, кто был... Видел Петропавловскую крепость, то есть, времен Петра Первого. Сейчас тут у меня. Ну, Ивангород, конечно, более подревней. Вот она крепость, да? Но тут есть, хотя бы, такие же каменные бойницы. Если с гравюры посмотреть. Ну, вот они вот маленькие. Здесь они... Конечно, что-то есть похожее. Вот они, бойницы. Я сейчас достаточно близко это показываю. Бойницы. И вот здесь вот у нас, получается, бойницы. Они могли быть художником нарисованы немножко с таким искажением. Но вот я ищу аналог. Аналог его внешнего облика, чтобы просто сесть и сделать более-менее похожую работу. Вот сейчас я дальше буду искать равелины. Равелин. 18 век. Россия. То есть, вполне, ну, вот примерно вот... Но здесь равелин, они совсем иначе выглядят. Хотя вот они зубцы. Здесь я сейчас постараюсь переместиться к документам. Вот так-так-так-так-так-так-так. Вот они, эти башенки. Ну, здесь они чаще-чаще. Так, это у нас Петропавловская крепость. И, в общем, в интернете, если вот просто посмотреть на тематику старых крепостей, равелинов, то можно найти вот примеры, как это могло выглядеть. Потому что у нас есть вообще только изображение. Ну, например, вот здесь вот стены каменной, да? На другой картинке. Вот здесь на другой картинке. В принципе, здесь просто виден сам склон, его высота. И вот в этом части. Вот они, остатки стены. Есть план, на котором изображены... Сейчас я открою. План. Это 1772 год. Это как раз то и по то время, когда сам архитектор, он для графа выстраивал дома. И он рисовал в это время чертежи. И у нас есть чертежи главного здания. Ну, это достаточно такой плоховатенький чертеж. А так у нас есть более лучшего варианта. Немного темноватый, но вот он был в скан гораздо лучше. То есть, это тоже чертежи датировались как раз этим временем, когда рисовались флигели. Вот они, это разрезы сажених. И вот сам двор. Вот это здание, вот оно у нас здесь присутствует. Фактически, я его построил. Вот, например, по стенам, вот они у нас, стены, чертежей никаких не рисовалось. Поэтому они дошли сейчас. Они сохранились, эти стены. Ну, как это, несмотря на то, что дворец потом был разрушен, но участки стен, как это, они сохранились, и вот по ним можно сделать реконструкцию. Значит, буду сейчас я собирать единые 3D-модель, сцены. У меня есть вот этот дворец, есть два флигеля, правда они уже чуть в доделанном состоянии. Вот, например, по документам. Так, 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 так. Ну да, чертеж у меня здесь был. Так, 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 сейчас я этот чертеж найду. Потом мы... Потом мы продолжим дальше. Все-таки не находится чертеж. Может быть, где-то... Так, это гравюра. Да, все-таки нашелся чертеж. Вот, по этому чертежу создавалась 3D-модель. Это его фасад, вот, и получается... Меня видно, да? Да. Да, все, я просто иногда слышу. Вы микрофон выключаете? Это хорошо, чтобы не шипело, но... Вот, если презентация прервется, вы мне напишите. Получается, два чертежа фасада и план вид сверху всей территории. Вот он у нас с обозначением. Ну, вот есть получше качество, где можно прочитать на, фактически, вот, скотный двор. Я на занятии вам открывал, мы смотрели. Это, да, то есть нужно уметь читать именно как на русском языке, орфографии 18 века, чтобы просто вы могли прочитать, что вот, например, вот это, как казалось бы, буква Б, это, оказывается, буква Ю. И здесь написано конюшенный двор или дворы, а это каретной сарай. Ну, в общем, для конюшева и конюха. То есть вот все эти надписи я прочитывал, прежде чем создать 3D-модель. Потом смотрел фотографии, то есть вот все, которые сохранились по 19 веку этого здания. И гравюры. Потому что, ну, вот, например, очень интересно, что на плане, который я вам показал, вот, точнее, на фасаде, ну, вот здесь есть очень интересная особенность. Я просто постараюсь ее показать. Но это все-таки к 3D-моделированию имеет непосредственное отношение. Смотрите, вот когда вы делаете план, возникает вопрос, а вот в тех местах, где выбирает, ну, да, ладно, давайте здесь покажу. Вот здесь вот выбирает небольшую вот у него часть здания, да, как фронтон, да. И здесь нужно, получается, обычно крышу, ну, вот она такая стандартная, да. Но вот в этих случаях здесь нужно как-то крышу сопрягать, потому что в свое время вот это здание делал у нас студент у грантового проекта. Он просто крышу сделал одну большую. Вот так вот. Одну большую, как я сейчас показываю, здесь и здесь. В принципе, на рисунке так показано. Но в материалах по реставрации, например, таких реставрационных материалов, там есть, например, вот такая зарисовочка, да. Вот здесь. Вот примерно вот так вот нарисовано, да. Но это материалы, которые для реставрации использовались. Объекта. Это главный фасад. На гравюрах, когда я стал смотреть, искать, думаю, на гравюрах-то план есть, мне интересно, а на гравюрах хоть раз отобразили. И вот только нашел одну гравюру, где вот здесь вот он так слабо цветом нарисован. То есть, вот здесь нам, конечно, вот эти гравюры, которые мы смотрим, нужно научиться читать светотени. Вот здесь светотень как раз передали вот этот треугольничек. Здесь он, правда, вот как-то вот так нарисован. Но поскольку рисовалось, это я кадрировал изображение, рисунок был в очень большом масштабе. Вот он здесь получается. И этот человек, он просто вырисовывал все-все-все мелкие детали. Вот тоже самое колокольня, не все у нас видосы. Она есть не со всех сторон у нас на 19 век. И поэтому мы по фотографиям это все дело смотрели, восстанавливали. Ну так вот, я сейчас пока открываю скетчап. Мне потребуется, буду потихоньку начинать работать. Так, это у меня сейчас папка стена. А вот он, кстати, фотография стены. То есть сейчас она сохранилась. Виден вот такой перепад рельефа. И вот этот же перепад рельефа, его можно найти на современных фотографиях. Ну и старые ступеньки. Точнее на гравюрах его можно найти. Вот этот перепад, который рисовал Болтов. Есть ряд вопросов, которые еще, как говорится, предстоит мне решать. Это как выстраивать, по каким границам и контурам выстраивать вот эту старую стену. Сейчас пока у меня открывается старая стена. И вот по источникам, например, я буду ориентироваться на творец, источники, планы. Я предполагаю, например, судя по анализу, ведь когда строился сам парк, тут делали дизайн два архитектора. Один сделал фактически здание. Вот у нас главный дом. Вот эти два флигеля перестроил. То есть здесь колокольня была, они ее просто, видимо, обновили или как-то отреставрировали. Ее в 37-х годах построили. В 1737-х годах. А комплекс строили, вот тут план 1772 года. То есть спустя где-то 40 лет. Получается, что вот это темное, то, что обозначено, по краям, да, и вот здесь вот видно небольшой спуск. Если посмотреть, это как раз вот эта каменная стена. Каменная стена, она вот где-то обрушилась. И на картиночках, если посмотреть, то есть он находился на возвышении, мы видим вот эту сторону. Вот здесь вот это, то есть это фактически каменная стена была с валом. А он находился у нас на возвышении. Здесь небольшой парк был. Вот. Но вот была ли дорога, вот самое интересное. Вот здесь вот эти края, если по гравюрам смотреть, в общем, есть небольшие противоречия по этим планам, потому что, ну, тут на более поздних картинках, то есть это план 1785 года, когда переделывал новый парк, дальше Болтов продолжал строить. Он как раз вот эта дорога, она есть, и на гравюрах видно плавный такой спуск, плавный спуск. Поэтому, как они реализовали, ну, вообще, то, что вот, бывает такая ситуация, что документ один другому немножко противоречит, да. То есть вот это темное. Ну, обычно так границу не обозначали, то есть границу объекта. То есть, может быть, это вал, то есть ров, да, может быть, это каменная стена, что я предполагаю, да. А здесь у нас дорога вот с таким вот, как это, вот это небольшая такая граница, чтобы люди там за стену не вышли. Но здесь вот потом они, видимо, сравняли, и тут какая-то тропинка появилась, которую Болтов на гравире отобразил. Поэтому, в общем, загадки всегда есть, их приходится разгадывать. И чем древнее объект, тем больше загадок. Но это даже очень хорошо. Так, сейчас вот она, новый вариант стены. Здесь как раз вот эти выемки, которые я на фотографии вам показал. Ворота, которые я приоткрыл. Ну, вот эту часть я потом, она сейчас мне не нужна. В принципе, я копирую вот эти два участка стены. А это рассчитано на перепад высот. То есть, там были перепады высот, и я специально ее вниз вытянул. Думаю, что вот здесь рельеф вот где-то будет опускаться, подниматься. Копирую из файла файл. Копировать, вставляю в общий файл. А здесь у меня вот эти стены уже устаревшие. Ставить на место. Кнопка такая. Так, вот что у нас получилось. Вот здесь вот тоже у нас немножко устаревшие участки стен, поэтому их надо бы немножко поменять. Сам дворец. Это у дворца тоже вот у меня здесь он спроектирован. Но я не проектировал весь интерьер. Поэтому выстраивать дворец, вот у меня был чертеж в разрезе, это достаточно проблематично. В скетчапе, кстати, вот сейчас я смотрю в режиме. Я могу выключить ребра и профили. Это есть такая вкладка. Кто ей пользовался, может видели. Это для того, чтобы просто посмотреть до рендера. Здесь есть вкладка стили. И в том стиле, который у меня сейчас, тут их достаточно много стилей. Есть стили рисунков. Ну, в общем, очень много. Отдельно мне надо рассказывать про это. Стили в виде гравюр, зарисовок. Просто сейчас, если я нажму, он немножко будет притормаживать, поэтому я не хочу сейчас это нажимать. Вот как-то так это смотрится. Тени здесь я не включаю. Вот, по идее, если включить тени, поскольку модель у меня весит больше 100 мегабайт, я не хочу рисковать лишнюю тормозуху включать. Занавески сделаны двусторонние, с расчетом, что мало ли я захочу давать рендеры из помещений, когда, может быть, я доделаю помещение, не знаю. Вот у меня тут, на чем занавески висят даже, сделано. Паркет. Ну, по идее, мне нужно просто показать разрез помещения. Вот. Сейчас я включаю инструмент разреза. Так, ну, третий этаж материалов не было у меня, никаких чертежей, поэтому я его не сделал. Так, это планы помещения. У меня был план второго этажа. Вот он здесь. Понятно, что здесь нет винтовых лестниц. Кстати, вот это ниши. Там на плане здесь были ниши, здесь стояли скульптурные композиции. Внутренние двери я не делал. По идее, ну, это можно было бы облагородить, добавив внутренние двери, а потом просто взяв и обои, за текстуру обоек. Потому что у меня сейчас голые стены. Ну, пока задача не стоит, а издали, как рендер, мне, в принципе, сгодится. Так, ну и подвальное помещение. Ну, здесь я, конечно, не выстраивал его. Был разрез, по которому можно было восстановить подвальное помещение. В принципе, и третий этаж тоже. Ну, разрезом я так... В общем, если буду делать интерьер, то займусь как раз разрезом. Да, по материалам. По материалам обязательно нужно здесь давать такие, ну, как говорится... Материалы, они берутся с современных фотографий. Точнее, с фотографий дореволюционных, современных, гравюр. То есть, тут было несколько вариантов. И, конечно, это отдельно надо подбирать. Вот здесь у меня, например, я предположил, что... Ну, судя по анализу, то, что из мрамора были сделаны у меня сами маленькие балюстрады. Вот они здесь. У меня это мрамор, да. Здание было отштукатурено. Внизу был природный камень. В фотографиях он еще выглядит чуть иначе. В общем, возможно, придется его немного подредактировать. Но это план. Он меня чуть-чуть приподнят. Его в идеале надо бы опустить. И что еще тут у нас? Ну да, мрамор, камень, штукатурка, текстура дверей, дерево. То есть, я... Например, вот эта дверь, она у меня не распашная. То есть, я ее... Некоторые объекты я превращал... Ну так, для удобства. Сейчас просто расскажу. Например, ребра, профили. Я рассказываю вам, что такое группа, что такое компоненты. Вот, например, ворота. У меня сделана каждая дверь по группе. Я могу ее открыть в любой момент. Но это в скетчапе. Это очень удобно, потому что я, в принципе... Бывают разные ситуации. Для рендера все-таки иногда нужно двери открывать. То же самое, как, например, делать окна. Вот окна у меня в компонентах сидят. Это для тех, кто проектирует. В принципе, стоит мне, например, вот здесь выбрать окно. Где-то в другой части. То есть, это окно, оно не уникальное. Оно сделано по принципу компонента. Вот. Вот он мне сейчас подвис. Скетчап немножко капризный на эти вещи. Так. Тем временем, пока он мне подвис, я буду открывать другой файл, который мне нужно будет скопировать в общую сцену. Это другой флигель. Там левый флигель и правый флигель. Так. Ну давайте флигель правый. Вот она. Если мне нужно, например, открыть дверь, точнее окно, я открываю, и она открывается везде. Сейчас, минутку, пока посмотрю, что тут у меня. Это автореферат. Коллега защищает диссертацию. В общем, нужно подсобить, писать автореферат. Ну, точнее, не автореферат, а отзыв дать. Так. Ну, окна открыты. Я сделал где-то 2-3 окна открытых. Здание здесь, например, эти флигели. Поскольку у меня не было сил проектировать полностью его изнутри, так, чтобы это сделать. Там изнутри находится... Плана второго этажа здесь отсутствует. У нас есть только планы первого этажа. Вот. Вот у этих флигелей. Так, заканчивается через 10 минут. Хорошо. Так, это у нас... Так, дальше подъем на второй этаж. Так, здесь... Да, здесь у нас есть. Вот в каком-то месте я даже вот... Забыл межэтажное перекрытие. В принципе, его тоже можно сделать и даже нужно. Ну, мы видим, что какой инструмент хороший, разрез, он нам помогает сразу посмотреть, где у нас что есть, и даже найти отдельные ошибочки. Вот. Ну, здесь вот, например, я занавески делал одной... Такого плана, что они мне просто... Я не планирую делать рендер изнутри, я их просто пристыковал к окнам. Ну, если я буду под ночные сцены делать, свет, то я вполне могу это сделать. Ну, точнее, я думаю, это неправильно. Просто если изнутри я не планирую делать, но мне достаточно для моих задач. То же самое, двери здесь сидят в группах отдельных. То есть, я эту дверь могу распахнуть, если мне потребуется. То есть, вот, например, в этом помещении держали голландских коров. И там, в идеале, надо делать еще стойло для этих коров. Вот. А здесь то же самое. Там стойло не... В общем, в одном месте стойло нарисовано, а в другом нет. А, нет. Вот это... Это я перепутал корпус. Вот это конюшный двор. Вот здесь как раз у нас были... В конюшном дворе стояли повозки. В повозке стояли кареты. Вот. Если я захочу открыть, например, дверь и поставить внутри карета. Вот. То есть, вот у меня здесь я могу внутрь запихать карету. Вот у меня, поскольку это компонент, открылась дверь. Здесь можно наставить по карете. Ах, все. Флигель правый. Я планирую еще, поскольку у меня были отдельные сомнения касательно материала. Я предположил, что все-таки материал здесь был из природного камня. На картинке ограда, если смотреть гравюр, они белого цвета. Сейчас террасированный склон. Ну, вот они. Вот она, белого цвета ограда. То есть, вот где-то, если приглядываясь на гравюрах, там можно найти белые кусочки ограды. То есть, а сейчас они у нас кирпичные. Вот. Поэтому я оставил белый цвет. Но, поскольку здесь где-то каретный двор, где-то скотный двор, то, в общем, обмазал цоколь темным материалом и так далее. Сейчас. Так, это первый этаж. Сейчас даже интересно. Так, ну, чуть-чуть приподомо, чтобы разрез не мешал. И вот я сейчас межэтажное перекрытие здесь добавлю, которое у меня отсутствует. Объект находится у меня в группе. Чем больше файлов скетчап от этого тормозит, поэтому здесь у нас притормазывать будет. Ждем, пока он отвиснет. Так. Ну, вот. Переписка. Ну, второй этаж здесь я изначально не планировал делать. Во-первых, у него здесь иначе комната располагается. Так. Ну, и тут достаточно проблематично. Нужно поднять его изначально на нужную высоту. Я ему пуш-пуш-пуш поднял, указал ориентир, да. А теперь мне в идеале надо поменять разрез. Поменять разрез. Я это делаю. Указать последнее. Удаляю. Точнее, выхожу из группы. Разрез удаляю. Ну, я могу это и в группе включать разрезы. Подлетаю под низ. Сейчас. Вот этот план мне в идеале не нужен. Зашел внутрь. Включаю разрез. Сечение. Поехал поднимать. Инструмент Move. Вы помните, как это делается. И вот он у нас есть. Как бы здесь у нас виден второй этаж. Вот он. Я включаю, нажимаю Push-Pull. И показываю. Беру текстурку. И дальше я вставляю. Ну, здесь она не очень удачно покрасилась. Поэтому, я думаю, скорее всего, вот это было вот так вот. И здесь вот так. Все. Здесь я исправил. Вот кусочек довери виден. Теперь мне осталось показать последнее. Включаю. Ой-ой-ой. Это я не там добавил. Я добавил межэтажное перекрытие. Похоже, там в общем файле. Ну, ладно. Так. Клигель правый. Еще раз придется это сделать. Ага. Да. В правом флигеле. Скроем. Вот у меня здесь есть. Чтобы выделить все поверхности одним разом. Есть. Выделил. Нажимаю. Я просто вначале скопирую. И приподниму. Потом нажму пуш-пул. И покажу здесь. Дальше я ее просто приподнял. То есть, у меня пуш-пул не делал. В идеале мне теперь надо последний показать. Удалить разрез. Так, сейчас флигель правый. У меня какой открыт. А, к сожалению, у меня я открыл старую версию здания. Я открыл. 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 В процессе работы нам приходится брать какие-то библиотеки. Я использовал одну из очень неплохих библиотек, когда делал модели таких мелких объектов, как фонари. То есть фонарь, чтобы не рисовать, я искал аналоги его. И вот он нашел аналог фонаря 18-19 века. Можно было поставить для здания, главное здание дворца, можно вот такие поставить. Это больше для хозяйственных таких построек. То есть они качаются в формате SketchUp 2000, такого года. 17-18, смотри какая версия у вас. Вот он как раз вот здесь. Это уже новая версия. Скрыть. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, демонстрация экрана, совместное использование. Видно, да? Да. Вот сейчас на вот этом этапе, немножко таком занудном и обыденном, вы уже его знаете, есть какие-то вопросы? Да, вроде нет. А как вы сделали занавески? Мне будет интересно. Самое интересное. Вообще, самое простое. В процессе работы вы будете подбирать красивые текстурки. А, то есть это просто PNG? Да, PNG-шка. Вот сейчас я открою у себя текстурно. Так, папка «Кованые ограды», «Ворота», «Занавески». Вот я их в PNG немножко тут даже чуть-чуть покрасил. Я их перетащил в скетчап. Единственное, есть тонкость, что их надо разгруппировать. То есть, если вот сейчас я ее оставлю как есть, приведу к масштабу, она у меня не загрузится. Ну вот она у меня мелкая, ее тут надо развернуть. То есть, ее надо нажать правой кнопкой «Разъединить», и после она добавляется в библиотеку материала. Ну и если нужны двусторонние занавески, то можно, ничего не стоит ее там раз и перевернуть грань на изнанку или пуш-пулы. Главное посмотреть, чтобы они вот они, вот так вот были. А после их можно объединить, и они будут в группе сидеть. Вот эти линии мне не нужны, то есть, я их вплотную кадрирую. Ну и, в принципе, все, в компонентах потом превратить, и будут занавески там. Ну это для вечерних рендеров мне нужно, чтобы, если я захочу, как-то вечером огоньки подсветить в окнах. Ну и чтобы... Я вот еще горшки, вот всякая мелочевка, то есть, во дворе тут может стоять, там колесо валяться. Там где-то, если это скотный двор, там кормушка для животных, там стоять, какие-то хозяйственные вещи, стог сена. Ну, они, понятно, внутри были там помещения, но тем не менее, вот какой-то такой бардак от модели. Тело благородное. Ну вот они у меня такие, чисто пока голые стены. А в идеале, конечно, вот надо наполнять модель жизни, как говорят. То есть, я, чтобы она... Ну вот тут у меня огромная локация, вы сами видите, что это фактически моделирование целого комплекса, и до интерьеров просто физически руки не доходят. Хочется построить именно такой внешний облик. Ну вот лично вот у меня, например, желание такое построить, например. Так, сейчас я через пушку буду делать. И вот у меня появился еще один вопрос касательно окон. Получается, у вас в компонентах две группы ставень? И вот вы просто объединили их в компоненты? Да, да, две группы. Нет, вначале окаймовка, это одна группа, да? И левая ставня, и правая ставня, то есть три группы. И все в одном компоненте. Ну и вот эти окна одинаковые, а одни... Потом я на одном из окнон нажал создать уникальный, я его сделал уникальным, и распахнул. Вот, я его распахнул, окно. Но если я захочу распахнуть вот это, мне надо его сделать уникальным. Получается, создать уникальный... Так. Ну, то есть сделать уникальным, а потом его распахивать. Вот. Сейчас. Так, сейчас проверим. Вот эта часть у меня уж была. Ну, вроде все. Проверю на вот эти цвета. По идее, вот эти цвета у них у нас должны быть белые, иначе модель будет невидимая в 3D. Сейчас. Так, так, так. Все. Показать. Вот я вот эти модели постоянно, ну, кажется, вылизываю. То есть я их сделаю. Иногда сам по процессе нахожу ошибки. Вот, например, вот на этой стороне, вот я сейчас обращаю внимание, я вот кое-где окна не доделал. Вот, например, это старая модель окна, где у меня не сгруппировано. Вот это, вот это старая, то есть они не распахиваемые. У них храма даже немножко другая. То есть окна надо только один раз моделить. То есть вот я его, вот, видимо, забыл вставить. Так. Я хватаюсь за косяк, вот за этот, и тяну. Трубы металлические, вот они трубы. Водостоки. То есть, ну, это такая мелочевка, которую, в принципе, не обязательно сильно отмоделивать. Вот здесь, вот, например, вот водосток, вот это, то, что синенькая, она может быть невидимая. Ее надо вывернуть. То есть она когда моделилась, ну, хотя на рендере, если вот какой-то маленький-маленький участок будет невидимым, но никто не заметит. То есть, но тем не менее, это вот, в общем, такие маленькие ошибочки, которые портят нам модель. То есть их надо желательно подготовить перед тем, как переносить в какой-то 3D-редактор. Так, перевернуть грань. Перевернуть. Это только видится в таком монохромном цвете. Вот. Если какая-то автоматическая программа, которая выискивает это все и переворачивает, для скетчапа я не нарывался. В 3D Max то же самое. У меня коллеги, которые вот эти модели получают и делают в Unity, в Unreal Engine. Они тоже вот занимаются тем, что бегают по этой сцене и переворачивают вот эти, как говорится, при проектировании ошибки, которые возникают. Вот. Потому что это обидно, когда это в конце на рендере возникает. То есть уже когда сцена визуализировалась или уже там все красиво, весь мир готов, а тут раз и хочется показать человека, а у тебя тут она невидимая. Поэтому вот сейчас я... Такие маленькие ошибочки. Ну, вот здесь вот этот участок. Они в группах у меня сидят. Сейчас я все скрою. Тоже нашу маленькую... Учаточек на крыше. Это... Тоже вот она. Ух ты! Флигель правый. Не знаю, не знаю. Тут получается этот флигель правый чуть-чуть не доделан. У него на крыше отсутствует пару таких элементов. Сейчас посмотрю, показать. Все. Но самое главное, здесь вот ограда вот эта. Я ее вставлял в этом здании. Сейчас придется мне открыть. Так, на территории дворца. Надо обновить. Сейчас дворец. Несколько версий файлов. Вот у меня, к сожалению, здесь и одна версия, и вторая версия. Я ее сейчас еще открою, заодно подлежу. Модель колокольни, которую давно делась, вот с ней надо разбираться. Там в описании есть английские часы. Я искал английские часы 18 века, изготовил картинку в формате PNG для них, но на гравюре нигде эти часы не нашел. То есть они в документе упоминаются, а в реальности, получается, их нет. На гравюрах нету, на фотографиях 20 века, там 19-20 век, вот есть черно-белые фотографии, они тоже не встречаются. Но вот в описании, даже кто... Сейчас просто пока у меня открывается файл, я покажу. Вот источники, планы. И вот план, план, план. Например, план территории. Тут написано башня с часами. Вот. Башня с часами. Ну и понятно, что на фотографии пытаешься в 20 век эти часы найти, а часов-то нету. Вот. Поэтому вот тут возникают проблемы, что доверяем ли мы документу или нет. Так. А, флигель правый, так. Это у нас два вида. Правый флигель, правый флигель. Так, хорошо. Теперь посмотрим, что у нас с левым. Несколько файлов. В идеале я сегодня хотел попробовать до трех часов, когда у нас кончится занятие, собрать все эти флигели воедино. Вот. И открыть открыть колокольню. Вот. Поставить колокольню. Но колокольня у нас, к сожалению, не готова. Она не доделана до конца. Просто при проектировании, во-первых, у нас не было на тот момент так много материалов. Вот. Она была в барочном стиле архитектуры. И вот, в общем, здесь, конечно, ту модель, которую мы имеем, ее надо немного доводить до стиля барокко. Так. Сейчас минутку я отключу звук. И тогда мы с вами продолжим. Так. Я продолжаю видеозапись. Вот. Надеюсь, меня слышно. Поскольку эти флигели два, они зеркальные между собой, я скопирую сейчас одного флигеля элементы. Ставлю их на место. так, это козырьки. Минус один напечатаю и поставлю их на места. так. Так. Так, если правильно, козырек должен встать на место. Вот он встал. я их в группы специально сделал, чтобы они у меня были как раз. Отлично. перевернуть грань. так. Вот один козырек готов. Вот теперь и второй. Угу, понятно. Ой-ой-ой. Так, она была до этого нормальной. Пока ставим как есть. Так, флигель правый у нас готов. я его сейчас проинспектирую на наличие вот этих синих граней. Вообще, главное, чтобы они не вылезали. Это вот самое главное. Вот здесь вот исчезла грань, если бы я ее сейчас не нашел бы. Ключи, посмотри, нужно ли сюда материал. Да, материал нужно наложить. Так. есть. Опять включаю грани. Вот здесь вот материал. Так, его надо перевернуть и сюда поставить. раз, два. Есть. Теперь поехали дальше. Еще ищем эти грани. Ну, в общем, это такое, если проектировать изначально самим, то никаких ошибок у вас быть не должно. То есть, вы, в принципе, можете сами поэтапно отслеживать. Я имею общую сцену. Предполагаю, что материал стен вот такой вот у меня. Поэтому мне нужно будет эту текстурку перетащить в ту сцену. Я сейчас раз и копирую. а здесь во флигель ставлю вот так вот и немножко потекстурирую. Конечно, белая она смотрится достаточно интересно. Тут надо просто подумать. Ну да, хотя придется немножко потрудиться, чтобы заменить текстуру в этом месте. Ну что ж, быстро так-то постараюсь. Зато оно будет все в одном стиле. минутку. Сейчас я отличный звонок. Олег. так. 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 Так, здесь более-менее, стена здесь тоже. Немножко подвис, но, возможно, придется неоднократно перетекстурировать, сейчас я это делаю, вот, конечно, лучше, например, те участки, которые неоднократно придется перетекстурировать, можно в отдельную сцену переносить и одним разом вот этот, как говорится, белый цвет, который я сейчас так методично меняю, можно это сделать гораздо быстрее. То есть не по треугольничкам маленьким. Так, здесь вот у него беда с материалом, к сожалению. Надеюсь, здесь, поскольку природный камень, может так будет сильно незаметно. Сейчас отличный звонок. Анатолий, спасибо большое, я сейчас на работе, у меня прямо онлайн урок под запись, не могу говорить, буду свободен только через час-полтора. Да, у вас реклама или что-то? Хорошо, тогда через час можно созвониться, спасибо больше. Спасибо. Так, тут звонили с рекламой велосипедов. Старый кирпич, я его делаю однотонным. Вот он у нас, в общем-то. Так. Вот такие вот маленькие элементы тоже можно. Ну, в принципе, все. Вот здесь я ее затекстурировал. Лучше-хуже она смотрится, это я пока не знаю. Так, сохраню этот флигель. Правый. Еще разок на монохромность проверю. И, в общем-то, перекидываю его в файл общей сцены. Можно его выделить. Копировать. Ну и приготовиться здесь, вот у меня территорию дворца. Переместить. Так, еще жду пока скопируется. Это, да. Да. Продолжение следует... Ждем. Продолжение следует... Отлично, скопировался. Ставим на место. Продолжение следует... Смотрим, ждем, что это у нас тут. Ага. Немножко. Создадим группу. Немножко его растяну. Здание. Оно там с планом еле-еле более маленькие расхождения. Я потом по плану ее подгонял. Хотя габариты все совпадают. Так. Да. Вот он, флигель. Каретный сарай. Остался другой. Так. Но здесь перепадов высот не было, поэтому я не делал. Блин, не опускал. Это правый. Теперь посмотрим лигель. Если правый я закрываю. левый. Проверяю его наличие. Ну, тут с материалом, конечно, были небольшие желательные добавки. Так. Правый я закрываю. А здесь я возьму вот этот кубик, скопирую и перетащу сюда. У меня должна здесь появиться материал. Взял пипетку. Сейчас хочу сделать быстро. Одним шагом заменить белый цвет на цвет вот этот каменный. Сделаю это более быстрым образом. Заодно, кто смотрит, те увидят, как это сделать быстро. Сейчас буковка S. Запускаю новую скетчап. Так, архитектурный. Угу. 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 И левый. И вот этот. Мы нажимаем копировать. Ставим на место. Так. Угу. Так. Ну. первое здесь. И нажимаем с shift. И он покрывает все текстуры. Смотрите, как лихо он все покрыл. Вот. Я нажимаю вырезать. В общем-то. Вырезать это значит, что он ее по идее должен. Угу. Здесь ставить на место. Так. Сделалось. Так. Минутка. Проверяем сейчас на... Как раз... Сохраним файл и приготовлюсь копировать. Так. Можно ее сразу в группу создать. Нет. Почему-то у меня мышка сбоит на столе. Сделать уникальным. Нажала. Так. Создать группу. Вот. Дальше я нажимаю копировать. И приготовлюсь. Дальше я нажимаю. 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 Продолжение следует... Так, сейчас ждём-ждём-ждём. Так, ещё немножко. Так, ещё крутится. Всё, скопировал. Так, перетаскиваю в общую сцену. Так, ставить на место. Так, ещё не вставил. Так, сейчас ждём-ждём-ждём. Так. Ну вот, почти мы уже приблизились к совершению. Так, сейчас. Интересно. Так. Вот, и вот здесь. Так, я привёл в нормальное состояние по габаритам. Дальше сейчас это я скрою, а этот я удалю. Показать. Показать. Последний. Так, сейчас пока нажму на сохранить. Так. 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 И вот здесь. Так. Продолжение следует... 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 Все. До свидания. До свидания.